Всем привет! С вами снова Видеошоппер. Сегодня в нашем обзоре еще один представитель линейки J от Samsung. У нас уже был обзор на Samsung Galaxy J5, и этот аппарат оставил очень хорошее впечатление. А вот на что способен Samsung Galaxy J7, мы сейчас и посмотрим. В комплектации к смартфону идет документация, зарядный блок, кабель USB и наушники. Как всегда, все скромно и без дополнений. Но не забываем, при покупке этого смартфона в нашем магазине, вы получите 14-дневный тест-драйв и кучу приятных приложений. Подробности на видео-шоппер.ру Galaxy J7 это точная копия младшего брата J5, но только иных размеров. Материал корпуса все тот же пластик, который по кругу обрамляет серебристая каемка, окрашенная под металл. Аппарат имеет приятную форму со скругленными углами и покатистыми боковушками. Назвать его эталоном дизайна, конечно, нельзя, но и совсем страшным он тоже не кажется. Тыльная сторона матовая и с небольшой шероховатостью, за счет чего аппарат очень комфортно находится в руке и не выскальзывает. Что же касается качества сборки, то тут придраться не к чему. Аппарат отлично собран и посторонних шумов просто нет. По клавишам управления новшеств тоже нет и все осталось на своих местах. Основная камера, вспышка и динамик на задней части устройства. Под самой крышкой находится съемная батарея, два слота под сим и один под карту памяти. Левая сторона отдана под качельку громкости, а правая под кнопку включения. Нижний торец занимает разъем для наушников и USB. Лицевая часть также без изменений. В нижней части экрана разместились две сенсорных и одна механическая клавиша. А вверху фронтальная камера, динамик, датчики и вспышка фонарик. Смартфон оснащен 5,5 дюймовым Super AMOLED экраном с HD разрешением. В целом к качеству картинки претензий нет. Яркость экрана хорошая, цвета сочные и вполне естественные. Углы обзора также отличные и в солнечную погоду экран ведет себя очень хорошо. В настройках дисплея нет никаких режимов для изменения цвета и насыщенности, а имеется только режим на улице. Также отсутствует наличие автоматического управления яркостью, что для многих, наверное, будет небольшим разочарованием. За работу смартфона отвечает восьмиядерный процессор Exynos 7580 с тактовой частотой до 1,6 ГГц и графическим ускорителем Mali-T720. Объем оперативной памяти 1,5 ГБ, встроенный 16. Да, 1,5 ГБ оперативки это, конечно, очень интересно и необычно и лучше, чем один. Но почему не поставить 2? Останется, наверное, загадкой. За собственную память можно не беспокоиться по причине наличия слота для карты памяти microSD, в который можно установить карточку объемом до 128 ГБ. По производительности аппарат очень хорошо работает и переваривает все игрушки и очень неплохо. Скорость работы интерфейса, да и сама плавность работы гаджета отличная. За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч и это на порядок больше, чем в J5. В реальности смартфон показывает хорошие результаты. В нормальном пользовательском режиме смартфон способен дотянуть до двух дней работы. Если же использовать гаджет по полной, играть в игры, смотреть видео и так далее, то максимум он проработает около 7-8 часов. Не стоит также забывать про режимы энергосбережения. Их тут два, и один из них экстремальный, когда все краски становятся оттенками серого, а количество допущенных к работе приложений ограничивается самыми основными. Теперь глянем на начинку, а именно на ПО. Тут установлен Android версии 5.1 с фирменным интерфейсом. Оболочка знакомая всем пользователям Samsung и ничем особенным не выделяется. По начинке, а именно из софта, можно выделить приложение Smart Manager, которое включает в себя очистку и оптимизацию устройства. Пакет программ от Microsoft, Skype, набор от Google, облачное хранилище и калькулятор. Если же вам потребуется дополнительный софт, то дорога вам в магазин приложений. В том, что тут очень малый набор всяких программ, я считаю большим плюсом, и смартфон от этого только выигрывает. Ничего не перегружено, работает аппарат очень стабильно и шустро. Что же касается самих настроек, то тут, собственно, тоже особенного выделить нечего. И осталось неизменным по отношению к J5. Не обойдем вниманием камеры и посмотрим на них. Запуск камеры происходит при помощи ярлыка или двойным нажатием на центральную клавишу. Основная имеет модуль на 13 мегапикселей с автофокусом с диафрагмой f1.9 и LED-вспышкой. Фронтальная на 5 мегапикселей с возможностью подсветки, что дает в темное время суток ощутимый плюс в виде света при съемке селфи или записи видео. С другой стороны, ночью врубив такой фонарик, можно получить удар по глазам. Да и фотки, конечно, могут получиться корявенькими. Также обе камеры могут записывать Full HD видео. По интерфейсу все скромно и без изменений. Есть набор режимов типа панорама, ретушь, спорт, насыщенный тон, а также режим авто и про, где все функции можно отрегулировать вручную. Как снимает камера, смотрите по тестовому ролику. Продолжение следует... Продолжение следует... Напомню, если после покупки Samsung Galaxy J7 в нашем магазине он вам чем-то не понравится, вы легко можете его вернуть нам обратно в течение 14 дней без экспертиз и лишнего ожидания. Samsung J7 работает с сетями 2G, 3G и сетью четвертого поколения 4G. Ну а помимо этого аппарат поддерживает работу с двумя сим-картами. Из средств коммуникации есть Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB 2.0, GPS, GLONASS. Динамик у аппарата достаточно громкий. В шумном месте слышен хорошо. Что касается звука в наушниках, то так же все неплохо. В меню можно настроить профиль усилителя и включить звуковые эффекты. Для проигрывания музыки используется проигрыватель от Google, в настройках которого собрано приличное количество разнообразных звуковых настроек и эффектов. Для любителей радио предусмотрен FM-приемник, который может делать запись с эфира. Ну, подведем итог. Samsung J7 мало чем отличается от J5. И на этот счет я считаю, что аппарат получился точно таким же удачным, как и младшая модель. Тут есть фонарик у фронтальной камеры, добротный хороший экран, отличная продолжительность работы батареи и возможность установки двух сим-карт и работа в сетях 4G. А что еще нужно для полноценного использования смартфона? На мой взгляд, этого более чем достаточно для комфортной работы с аппаратом. Подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайк. Пока!